Минюст России включил музыканта Бориса Гребенщикова в реестр иностранных агентов, об этом сообщается на сайте Министерства, там еще есть разные иноагенты. Как вы относитесь к Гребенщикову, что думаете о нем, был ли у вас интервью с ним? Ну вы на лицо его посмотрите, но он чистый иностранный агент. Как видите, благородное, хорошее лицо и умные глаза, знаете, это иноагент. Кстати, перед вами тоже сидит иноагент. Три уголовных дела в России, иноагент, террорист и экстремист, осужден Басманным судом Москвы заочно и объявлен в розыск. Поэтому, ну что, Борис Борисович замечательный человек, умница, талантливейший музыкант, поэт, философ. Я первое свое интервью, у меня фотография есть с ним, взял у него в 89-м году. Ну и есть видео интервью большое, да, оно в ютубе есть тоже. Он красавец, он красавец, он философ, он такой буддист, мне он очень нравится, его ход мысли, его неторопливость, его такая размеренность. Ну, умница. Смотрите, он честный человек оказался, потому что честный человек не может молчать о несправедливости. Он не может встать на сторону неправды. Он тогда уже нечестный человек. Поэтому Гребенщикову, Макаревичу, Галкину, им легко, им легко, они кайфуют, потому что они выбрали сторону добра. А все остальные, уверен, мучаются. Тот же, я не знаю, Машков, уверен ночами, мучается. Потому что артист, психика-то подвижная. У всех артистов подвижная психика. А он такой импульсивный, мучается, потому что, во-первых, думает, а что мне за это будет. Обязательно думает. А вдруг они победят, а к этому все идет. А что мне будет дальше? А как я буду деньги зарабатывать? Ну, сейчас понятно идет за то, что я иуда. А дальше как будет? В комментариях спрашивают, что там, как дела у Поварзенюка и Пальчевского. И вот кто-то спрашивал, оправдали, что они выехали в Нидерланды и сочетались с однополым браком. Ну, я это читать не буду. У Поварзенюка дела плохо. Скоро будет совсем никуда. Будет очень плохо. У Пальчевского и дел уже, по-моему, нет. Потому что он подал трижды в суд на меня, три иска от него было. И я все три суда апелляционных у него выиграл. Все три. А что он подал в суды? Что он возбудился, этот орел? Он возбудился, потому что я просто сказал, что Пальчевский был долгое время гражданином Российской Федерации. Пальчевский закончил ВИИА, военный институт иностранных языков в Москве в свое время, где готовили это самое элитное высшее военное учебное заведение, где готовили элиту ГРУ, Генштаба Вооруженных сил Советского Союза, а затем и России. Это элитный грушный институт, университет сейчас, который готовит элиту для работы в ГРУ. И я говорил, посмотрите биографию Пальчевского. Он долгое время занимался непонятно чем в Лаосе, типа военный переводчик. Он лаосским языком владеет. Ну понятно, что это грушные дела. Он вел политическую работу в России, в независимой России. Он избирался в Государственную Думу России. Он состоял в партии российской любителей пива. Он вел в России дела. Потом вдруг переместился сюда, клинику создали, Евролаб. И стал чревовещать на всех украинских каналах российские нарративы. Что я говорил? Я говорил, что я считаю, что исходя из вышеперечисленного, гражданин Пальчевский является агентом ГРУ или сотрудником ГРУ ГШ России, шпионом российским, который занимается в Украине проталкиванием российских нарративов. Пальчевский подал в суд. Имел право? Конечно. Подавал в суд он потрясающе. Это я расскажу обязательно. Теперь можно. У нас же как? У нас подаешь в суд, и автомат решает, какой судья рассматривали. А он подает в суд. Забирает дело. Уже на судью распределили. Забирает. Иск. Подает опять. На другого судью попало. Забирает опять. Подает третий раз. Опять забирает. На четвертый раз не забирает. Попало, значит, к тому суде, которому должно было попасть. Ну и эти судьи рассказывали, что он прав. Присуждали ему победу. Я подал везде в апелляцию. Все три апелляции выиграл у него. Но там еще интересная история. Оказывается, Пальчевский заключил договор с юридической фирмой некого Горецкого адвоката. Который сейчас находится в тюрьме. Потому что он, товарищ Князева, председателя Горховного суда. И через него взятки шли к Князеву. То есть этот Горецкий, как я понимаю, решал абсолютно все вопросы через Князева вообще в судебной системе. И Пальчевский, видимо, ну не видимо, а явно очевидно, думал так. Ага, сейчас я с Горецким, Гордона к ногтю. Как красиво он играл. Но он перехитрил сам себя, этот товарищ Пальчевский. В результате Горецкий в тюрьме, а Пальчевский в заднице. А я выиграл три суда у него. Привет ему передаю. Надеюсь, в новой Украине, победившей фашистскую Россию, российского прихвостня Пальчевского мы больше не увидим. Очень надеюсь на это. Уважаемые зрители, прямо сейчас самое время писать свои вопросы, которые я буду озвучивать Дмитрию Гордону. Пожалуйста, в комментариях делайте это прямо сейчас. Не забывайте ставить лайк, подписываться на YouTube-канал Олеся Бацман, Дмитрий Гордон, Голованов в гостях у Гордона. И я еще одну тему, которая не связана с Украиной, не связана с войной, но сейчас она тоже на первых полосах газеты, СМИ мировых. Во время беспорядков во Франции, которые проходили в ночь на 2 июля, задержали 719 человек. Для поддержания порядка были задействованы 45 тысяч полицейских. Согласно отчету полиции, в результате ночных беспорядков пострадали 45 полицейских, сожжено 577 автомобилей и 74 здания. В крупных городах Франции пятую ночь продолжаются беспорядки после гибели 17-летнего подростка Наэля, который был застрелен полицейскими. Как сообщила прокуратура, полицейский патруль остановил Наэля за нарушение правил дорожного движения. На видео видно, что двое полицейских стоят рядом с остановившейся машиной. Один из них направляет оружие на водителя. Затем автомобиль резко двигается с места, и полицейский стреляет в этот момент. Источник Associated France Press в полиции заявил, что подросток отказался подчиниться требованию полицейских. Сотрудник полиции, выстреливший в подростка, сейчас взят под стражу. Дмитрий, что, как вы видите эту историю, которая сейчас разворачивается во Франции? Я эту историю вижу с беспорядками во Франции намного глубже. И я это двумя фразами опишу. Россия в 2010-х годах, в 2000-х, в 2010-х, провела грандиозную спецоперацию в Европе. Когда через свои каналы переместила в Европу для хаоса там сотни тысяч нелегальных мигрантов. Это российская спецоперация. Это была мина замедленного действия под европейскую демократию. Европейцы-лохи пропустили это, позволили это осуществить. А теперь имеют головняк, головную боль. Вот и вся история. Россия вредила. Что может Россия? Она не может изобрести какие-то революционные вещи. Не может придумать айфон, компьютер или лекарство против диабета. Она может только разрушать. Это ее историческая прерогатива. Разрушать. Это варвар. Поэтому европейцев они таким образом рассчитывали разрушить тоже. И радостно потирали руки, когда на улицах немецких городов насиловали немок, мигранты. Вот и вся история. Она проста, как угол дома. Так, спрашиваю, Дмитрий, будет ли война России и Казахстана? Я надеюсь, что нет. У России уже нет сил воевать с Украиной, не говоря уже о Казахстане. Но, конечно, в Казахстане есть проблема в виде руссконаправленных, русскоязычных жителей Востока и Севера Казахстана. Там много людей ждет русский мир. Это мы знаем. Есть проблема в виде руководства Казахстана, которое сегодня, наряду с руководством Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Грузии, Армении, Саудовской Аравии. Нет, Саудовская Аравия нет, не могу сказать. Объединенных Арабских Эмиратов. Помогает фашистской России, нацистской России обходить санкции. И чипы, столь необходимые для вооружения и другая продукция, идет через эти страны в Россию. Благодаря чему Россия производит ракеты, которые убивают украинцев. Поэтому Казахстан, руководство Казахстана, виновата в этом. И я не собираюсь дипломатические кивоки какие-то разводить. Я называю вещи своими именами. Президент Такаев виноват в том, что Казахстан участвует в обходе санкций. И таким образом Россия с удвоенной силой убивает украинцев. Я очень с большой любовью и нежностью отношусь к Казахстану, к казахстанцам, к казахам. И знаю одно, если Россия сунется, не дай бог, в Казахстан. Казахи, потомки чингизидов, перемелят эту биомассу очень быстро. Они очень справедливые, воинственные, порядочные ребята. И казахи никогда не допустят порабощения этой никчемной страной. Спрашивают зрители, как вы относитесь к Атару Кушунашвили? С жалостью. Расшифровывать не буду. После войны. Очень просят из Астаны задать вопрос, будет ли и когда будет, если будет интервью с Мухтаром Аблязовым. Он покажет всю поднагодную, как Такаев помогает Путину. На нашем ютуб-канале, на одном и втором, на гостях у Гордона и на Дмитрия Гордона на днях вышло интервью, которое сделал Марк Фейгин с Мухтаром Аблязовым. Где полностью Аблязов рассказал о том, как Такаев помогает Путину обходить санкции. Вот смотрите, не ошибетесь. Так, и Дмитрий, сегодня уже 2 июля. С вчерашнего дня в Украине много разных изменений. Поднимаются цены на топливо. Отреагировал, кстати, президент Украины Владимир Александрович, что раскритиковал решение НАСКомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетических и коммунальных услуг, о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод. Вот вода подорожает. Вроде всего, недавно электричество подорожало, сейчас подорожает вода, топливо подорожает, а значит все, что доставляется в магазины на этом топливе, тоже подорожает. К сожалению, такие условия. Что делать? Как реагировать? А как тут будешь реагировать? Раскошеливаться? Да, надо понимать, что очень сложная ситуация в экономике сейчас. И, ну, значит, не вытягивает. Ну, когда миллиардами ворует Министерство обороны, конечно, как тут вытянешь? Ну, как тут вытянешь? Конечно. Так, дорогие друзья, спрашивают еще, ладно, спрошу. Как вы относитесь к коллегу Виннику? Отвечу коротко, никак. На этой замечательной, главное, короткой мысли мы поставим сегодня жирную точку и огромный знак восклицания. 15 455 человек смотрят нас в данный момент. Я еще раз напомню каждому. Наведите, пожалуйста, камеру вашу на QR-код, который видите на экране. Задонатьте сколько угодно. 20, 20, 100, 100 гривен, 1000, 5000. Супер. Сделайте это прямо сейчас. Давайте приближать нашу победу вместе. Дмитрий, во вторник Олеся Бацман с Дмитрием Гордоном в 18.00. Не пропустите. В субботу Арсений Яценюк и Дмитрий Гордон в 18.00. В воскресенье Василий Голованов и Дмитрий Гордон, между прочим, в 18.00. Завтра в 18.00, канал в гостях у Гордона, мы с Алексеем Арестовичем будем гулять по Киеву. Не пропустите. Будет весело. О, это интересно. Это всегда интересно. В этот раз где гуляли, расскажите. А то вы по кладбищу ходили, то вы по центру ходили. Где мы только не гуляли. Мы гуляли по пейзажной аллее от Андреевской церкви, пошли по пейзажной аллее. Потом пошли по Большой Житомирской, вниз, через Трехсветительскую, к филармонии. От филармонии на склоны Днепра. Потом вышли на пешеходный мост и прошлись по пешеходному мосту. Было живописно и очень интересно. Я считаю, что это мое лучшее интервью с Алексеем Арестовичем. Он был очень открыт, честен и там много сенсационных вещей. Ждем, смотрим, лайкаем, подписываемся. Продолжение следует...